Гитлер понимает, что лучше всего сейчас признать Гесса ненормальным. Гитлер подписывает обращение к партии и немецкому народу, где его заместитель Руди объявляется сумасшедшим. Озвучивает это сообщение по радио глава нацистской пропаганды Геббельс. От Гесса открестились все его друзья и сослуживцы. Мартин Борман, который обязан Гессу карьерным взлетом от рядового боевика до секретаря фюрера, переименовывает двух своих детей, названных в честь четы Гессов, Рудольф и Илзе, в более спокойные – Герберт и Айне. Также, при всяком случае, он утверждает, что ни он, ни даже фюрер не предполагали такого предательства бывшего Парта и Геносе. Но было ли это возможно? Мог ли предать Гитлера его соратник и самый близкий человек с 20-х годов? Преданный, верный Руди, беззаветно его любивший и всегда воплощающий в жизнь любимый афоризм фюрера – «Партия – это порядок». «Мы верим в то, что фюрер призван свыше творить германскую судьбу». Эти слова он многократно повторяет на митингах и в газетных статьях. И этот человек, боготворивший Гитлера, мог пойти на измену? Сомнительно. Однако предательством можно назвать и несанкционированное решение Гесса лететь в Англию. Так ли это было? Может быть, этот полет был спланирован вместе с фюрером, который перед нападением на Советский Союз боялся воевать на два фронта? Мы можем с уверенностью сказать, что Гитлер наверняка ничего не знал об этом перелете. Со всей уверенностью. Мы знаем об этом из целого ряда документов, из дневников Йозефа Геббельса. Гитлер в разговорах с глазу на глаз говорил, насколько ужасна эта глупая выходка Гесса. Он был в отчаянии. Гитлер был вынужден практически сразу после этого объявить Гесса сумасшедшим. Это было тяжелое пропагандистское поражение Третьего рейха. Ясно, что это было сведомо Гитлера. Очевидно, потому что вылететь из Германии, так же, как вылететь из СССР самолету, без согласия руководства, это практически было невозможно. И Гесс была не та фигура, за которой не следили. И это было предложение о либо нейтралитете, а лучше о Союзе против России. Если это проанализировать, то можно прийти к заключению, что Гитлер не имел никакого отношения к подготовке и осуществлению перелета. Первое. Если бы Гитлер знал о намерениях своего заместителя, то наверняка Гесс вылетел бы не с аэродрома под Аугсбургом, а с Атлантического побережья, куда он мог бы вернуться. Второе. Перелет Гесса был опасен, потому что за шесть недель до начала войны против России он мог бы стать для британцев первоклассным объектом пропаганды. Так по своей ли воле Гесс сел в мистер Шмидт? Известна их встреча 5 мая 1941 года, когда, по воспоминаниям помощника, Гесс вышел от Гитлера, и Гитлер, положив ему руку на плечо, сказал, что Гесс всегда был несправимым упрямцем. Как бы можно предположить, что у них был разговор как раз именно об этом полете, всего пять дней осталось. Ну, что доказывает этот разговор? Они могли обсуждать и возможности, и замерение через какие-то другие каналы, через какие-то нейтральные страны. Гесс мог наставить, что... Ну, другими словами, эта версия, она как бы не подтверждается целиком из-за вот этой беседы. Есть еще один факт, подтверждающий эту версию. Именно 10 мая, в день перелета, после перерыва в несколько месяцев, германская бомбардировочная авиация совершает разрушительный налет на Лондон. Спустя несколько дней в Германии выявлены виноваты. Ими были признаны астрологи, к мнению которых Гесс всегда относился как к руководству к действию. И к астрологической составляющей его полета примешивается еще одна любопытная версия. В службе военно-морской разведки Великобритании работал энергичный офицер Ян Флеминг. В будущем он прославится на весь мир как автор знаменитого агента 007, Джеймса Бонда. Но это потом. А в 40-е годы прошлого века он был молод и известен сослуживцам только как автор неординарных разведывательных идей, которые, как ни странно, с успехом воплощались в жизнь. На основе собранной информации Флемингу стало известно не только о фанатичной вере в астрологию Рудольфа Гесса, но и о том, что заместитель Гитлера принимает ответственные решения только после Совета в звезд. Сэр Ян Флеминг утверждал, что британские спецслужбы систематически работали с представителями оккультных наук в Швейцарии и Мюнхене, с которыми общался Гесс. Таким образом, они постарались, чтобы Гесс получил гороскопы, разрешающие ему перелет из Германии в Англию. В соответствии с этой версией Гесс был разработан английской разведкой, и его прилет не являлся неожиданностью для премьер-министра Черчилля. Но все было не так просто. К 1941 году фигура Гесса была отодвинута от фюрера на второй план Борманом, Герингом и Гиммлером. Гесс тяжело это переживал, и в попытке вернуть любимого фюрера решился на этот безответственный и театральный поступок. В своем последнем слове на Нюрнбергском процессе Гесс снова произнес признание в любви Адольфу Гитлеру. Во всей вероятности, он не знал, что 4 года назад Гитлер отдал приказ десанту парашютистов СС уничтожить Гесса. К счастью для последнего, десант сам был уничтожен. На том же Нюрнбергском процессе стенограммой зафиксирован примечательный факт. На одном заседании Гесс пожелал сообщить о своей миссии в Англии, но едва успел произнести весной 1941 года, как его прервал председатель трибунала англичанин Лоуренс. После этого Рудольф Гесс отказался отвечать на вопросы судей. Разыгрывал невменяемого, потерявшего память. Что он хотел сообщить? И почему его прервали? Черчилль держал его как бы прозапас. На тот период, когда Гесс никаких договоренностей, естественно, не было. Возможно, известно даже, что Черчилль хотел выступить в палате общей. И в этом заявлении сказать, что да, прибыл Гесс, но мы всячески отвергаем эти попытки. Эти попытки ложные. Мы ни в коем случае не пойдем на союз с Германией. Если бы, как они боялись, Россия продержалась от трех недель до трех месяцев, то вот тогда Гесс мог понадобиться для того, чтобы как-то договариваться с немцами. Но не раньше, чем Советский Союз бы пал. По всей вероятности, Гесс собирался сказать что-то, что могло очень сильно не понравиться английской стороне и вызвать в Нюрнберге скандал между союзниками по Второй мировой войне. Возможно, молчанием он спас на тот момент свою голову от петли. Гесс был осужден пожизненно и стал вечным узником тюрьмы Шпандау. Он остался в живых, но только до поры до времени. В Шпандау, где содержались осужденные на разные сроки нацистские преступники, он был чужим среди своих. Пленники старались не иметь с ним дела. Да и сам Гесс сторонился их. Гесс был своеобразной личностью. Это он себя считал выше всех, которые сидели в Шпандау, в тюрьме. И практически всех он считал своими подчиненными. Вот такой был момент, когда тех заключенных, которых повесили, ну, у многих, соответственно, конечно, после повешения оторвались головы, очень много там было крови. И те, которые остались как бы вот уже сидеть, кто-то пожизненно, кому дали 20, кому и больше лет тюремного срока. И их всех послали.